Я вообще в детстве тайком пел. Мы жили в таком трущобке, как бы дворовой, одноэтажка. У нас дворик был, сзади сарай был. Я, скажем, не каждый вечер, но в неделю несколько раз по настроению спрятался сзади дома, на крыше пел тайком. И однажды я оттуда упал поздно ночью и поломал ногу. Папа очень долго меня пытал, что-то там делал, там все поздно вечером, там все, я не признался, потому что очень стеснялся, что родители узнают, что я пою. Но спасибо им большое, что они воспитывали нас в духе классической музыки. Тогда было 2-3 канала, там Баку, Москва, Ленинград. И все время в каналах классическую музыку передавали, оперу мы часто смотрели. И я как-то поступил в музыкальную школу. И собирался уехать в Баку уже числа 20 января, снег идет, холодно. Это лет 8 назад. И стоял на остановке, чтобы поехать к метро. И вдруг останавливает черный джип. И такой высокий, такой красоватый мужчина. И он мне говорит, сынок, куда тебе кавказским акцентом? Я говорю, он к метро. Ну чуть-чуть испугался, конечно, на мафиоза похож. Ну очень добрейший, такой приятный человек. Да. И через 2 минуты он мне говорит по-азербайджански, говорит, что ты из Баку, сам Бахчидан, сам. Я говорю, да, а вы откуда знаете? У тебя бакинский акцент. А я говорю, вы так по-азербайджански говорите, вы азербайджанец или там. Нет, я грузинский грек, у меня очень много друзей. Азербайджанцы, грузины, армяне, все мы, в смысле Советский Союз у него дома. Да, замечательно. А что ты приехал? Ну, я говорю, ну, гость приехал, но хотелось бы мне прослушаться, ну, Галина Мишневская. Да, не вопрос, сущий. Взял телефон. А, Юра, здравствуй, мой. Вот честно, как есть, я так рассказываю. Мой племянник из Баку приехал, сущий, оперный певец, давай его, в смысле, прослушивание, сделаем. Ну, и все, через неделю я шел на прослушивание. Встретился великой нашей певицей, нашей невесткой Растроповича, наш азербайджанский азербайджанец. Да. В общем, встретился, она очень меня тепло встретила. Ну, жалко то, что я, как бы, не был готов, в каком смысле, не взял с собой камеру, ничего не взял, просто пошел на встречу. А такие встречи надо записывать. Ну, я чуть-чуть у Бадри Майсурадзе прослушался, чуть-чуть позанимался. Вот один знаменистый сериал был по ОРТ «Ясмин». Может быть, помните, многие азербайджанцы. Это турецкая тема была, но многие азербайджанцы играли вместо турков, потому что у нас языки похожи. Ну, и недорого обошлось все это. Ну, очень был такой хороший проект. Ну, к сожалению, по каким-то причинам этот проект закрыли. Вот, в смысле, один из таких знаменитых фильмов. Но меня часто приглашают в фильм. Я уже четырех или пяти фильмов сыграл цыганского барона. Да. Ну, меня где-то пошалили там кто-то, я не знаю, ну, похож на цыгана. Я, наоборот, рад, что меня всегда путают испанцам, итальянцам там все. Редко говорят, что я азербайджанец, ну, что все нации прекрасные, да. Во мне есть много, я ботинец, да. Но просто имидж у меня волосы длинные, там, бородка уже столько лет, да. Ну, за это, наверное, люди у меня... Еще я пою итальянские, испанские песни, там, на разных языках, да. Ну, замечательно. И мой циничный имидж тоже мне помогло найти работу. Гусман об этом говорил, что бакинцы – это отдельная нация. В нем, как бы, многонациональность. Вы знаете, что Баку очень многонациональный город, вообще Азербайджан сам тоже. И русские живут, и до сих пор армяне живут, грузины живут, евреи, там, лаки, таты, удины – очень много. И толерантная страна. Ну, как бы сказать, толерантность, мне слово нравится, да, это терпимость, да. Я не могу, как могу вас терпеть? Я люблю вас. Я живу, вот, на улице Видади, Баку, да, в центре, есть Бешмар-Табе, так называется, первые пятиэтажки. Бешмар-Табе – это пятиэтажки. Я живу там, перед домом композитов, композитов. И прямо уже церковь, сверху мечеть. Чуть вниз, по этой же улице, синагога находится. Мы все одинаковые, как можем друг друга терпеть? Мы любим, мы, как бы, вы знаете, вера – это каждого личное. А мы все одинаковые, мы родственники. За 300 лет мы уже породнились и с русскими, и с грузинами, и с армянами. Мы не такая нация, чтобы жить местью, да. Мы просто ждем, хотим справедливости. И все, больше ничего, признание. А так мы ко всем относимся. Все и армяне живут в Баку, работают, так бы, полноценные, там, что никто их там, почему все. И в советское время вообще это было… Вот что могу сказать. Вот бакинцы. Мы приехали сюда и за границей бываем. Естественно, первым долгом мы, естественно, свою родину представляем. И гордимся то, что мы азербайджанцы, бакинцы. Я женщин прекрасно знаю, и просто считаю, что мужчина без женщины, в смысле, каждого великого личности мужчины, за каждой личности мужчины великим, да, стоит женщина, мудрая. Если не будет такой мудрой женщины, да, он не станет великим. Жизнь – это кино, а женщины – в нем муза. Сейчас просто хочу вот так осторожно сказать, что азербайджанские женщины, они очень такие, да, очень строгие. В том, что выбери мужчин, все должно быть, там, или там, как в советское время приходишь, жениться, да, а у него высшее образование есть, он там зарабатывает. А сейчас чуть мир изменился, конечно, но я не говорю, здесь тоже есть Россия, тоже девушки, но, естественно, мужчина должен зарабатывать. Он обязан домой деньги приносить. Ну, сейчас видят, а, ну, чуть симпатичный, молодой, энергичный, там, у них все хорошо, и глаза закрывают, и все живут. А потом эти проблемы, ну, у нас, как бы, ну, как все женщины, они тоже любят за собой смотреть, ухаживать, там, ну, как бы, здесь тоже есть такие же женщины, и у русских тоже. Ну, как бы сказать, что они чем-то отличаются, ну, сложно мне сказать, потому что у меня была и жена русская, и азербайджанка была.